А вот насколько сейчас вообще в Германии можно свободно излагать свою точку зрения, если она, допустим, некоторым образом отличается от общепринятой, например, вот ваша? Я бы не сказал, что, наверное, она распространена в западном мире. Да, вы можете высказать свою позицию только один раз. Вы выскажетесь, а потом вас удалят. Вас не убьют, на вас просто повесят клеймо, например, назовут правым националистом или нацистом, и вы замолчите. Поэтому в Германии нет свободы слова больше. У нас уже много лет нет этой свободы. Люди, как мы, которые посещают Беларусь или приезжают в Россию, видят другую сторону, возвращаются в Германию и говорят, здесь все по-другому, давайте с ними налаживать диалог, давайте приглашать их к нам, давайте общаться, давайте искать решения. Но на вас навешивают клеймо, и вы исчезаете. К сожалению, это катастрофа. Ольгер, страна Германия, она одна из крупнейших экономик Евросоюза. Вот ввиду всей этой санкционной войны сейчас, ну, в том числе, и, наверное, все эти вещи бьют по Германии. Как обычные немцы относятся вот к происходящему сейчас ввиду этих санкций? Давайте начнем с глобальной точки зрения. Есть Россия, Германия и США. Если вы хотите разрушить Россию, вы должны устранить все связи между ЕС и Россией. Самые сильные связи с Германией, и в экономике, и между людьми. Если вы хотите ввести санкции в отношении России, вы должны разрушить все связи с Германией. Это то, что мы сейчас наблюдаем. На мой взгляд, в этом нет никакого смысла. Американцы подталкивают наше немецкое правительство прекратить все виды взаимодействия. Отказаться от покупок топлива, газа из России, разорвать все экономические связи, остановить мощный экспорт. Это негативно отразится на немцах, на европейцах. В связи с этим мы должны задать вопрос, почему наше правительство делает это. Это вопрос, на который мы должны ответить. А что в Германии сейчас происходит с памятью о той войне? Что немцы помнят о той войне и о ее итогах? Большинство немцев знает много о событиях Второй мировой войны. Однако в большей степени с позиции Запада. О боях на территории Франции, Италии. Да, конечно, и о России. Но когда я опубликовал статью белорусского историка в немецкой Википедии, эта статья была заблокирована через три минуты. Создается такое впечатление, что кто-то специально не хочет, чтобы мы знали об истории, о событиях, которые происходили на Восточном фронте. А что обычные немцы говорили после того, как взорвались северные потоки? Ну, ведь Германия одна из тех стран, которая получала прямую выгоду, получая российский дешевый газ. Обычные немцы столкнулись с резким ростом цен на топливо, на газ столкнулись с инфляцией в ЕС. Немцы очень недовольны этим, потому что немецкое правительство предпринимает шаги, направленные против обычных граждан. Эта тема обсуждается. В интернете и из свободных СМИ, но не в главных СМИ. Конечно, много дискуссий, и, конечно, это безумие, что необъяснимо, что кто-то взрывает газопровод между Россией и Германией. И нормальная немецкая семья злится, потому что цены на газ подскочили до 600-500%, и у немецкого населения просто пропадает возможность это все оплачивать. И снова средства массовой информации говорят, что все в порядке, все хорошо. Немецкое правительство даст вам деньги, и в скором времени все наладится. Но вы должны понимать, что у правительства нет денег, все деньги поступают от людей через налоги. Поэтому немецкий народ платит высокие цены за газ и нефть, платит налоги, чтобы они могли получить немного денег обратно. Это бред. Если ты можешь поговорить с немцем, который трезво оценивает ситуацию, он злится, он понимает, что санкции не нужны. На другой стороне люди говорят, хорошо, как чудесно, что мы против России. Эти люди находятся своего рода в тюрьме, в мозговой тюрьме, потому что они не могут понять сторону России. Я надеюсь, что будет больше немцев, которые станут приезжать сюда, в Беларусь, и у нас было бы много дискуссий и много встреч, что мы можем разрушить эту тюрьму. А нет ли у немецкого народа ощущения, что все-таки мы стоим действительно на краю какого-то глобального конфликта, который может разразиться в ближайшее время, если все это противостояние нынешнее в мире не будет остановлено? Это очень хороший вопрос. Иногда я думаю, что творится в головах у людей. Мы на краю ядерной войны, но люди продолжают проживать обычную жизнь, у них нет никаких проблем, их ничто не тревожит. Но, с другой стороны, есть много людей в Германии, в Италии, во Франции, везде, которые испытывают страх, потому что видят, что война приближается. Это то, что мы должны остановить. Это сложная тема, все зависит от того, с кем вы говорите. У большинства людей промыты мозги западной пропагандой. Мне неудобно об этом говорить, но это правда. Если вы способны читать книги, получать информацию из разных источников, турецких, российских, белорусских, даже американских иногда, если у вас есть возможность иметь доступ к большому спектру различных новостных источников, у вас будет возможность сформировать свое особое мнение. И снова, все это о мощи масс-медиа. Все зависит от того, с кем вы говорите. Если вы встречаете людей, таких как я, которые имеют другую точку зрения, потому что я знаю другие языки, я могу читать иностранную прессу, и я могу сформировать свою собственную точку зрения. Но если вы не можете этого сделать, если у вас нет доступа к разным газетам, телевидению, то вы зависите, например, только от немецких СМИ, которые показывают вам только одну сторону проблемы.